Пуем принято веселиться, наряжаться в костюмы и есть уши Амана. О том, как отметили этот праздник в молодежном объединении с Мэгги Джуниор, расскажет наш корреспондент Наталья Кравченко. Пурима, возможно, самый шумный праздник еврейского календаря. Ведь веселиться в это время надо так, чтобы заглушить имя злодея Амана. Молодежный клуб «Стмэгги Джуниор» существует уже почти 10 лет, и его цели не меняются с момента основания. Поддержка активной молодежи, помощь в соблюдении еврейских традиций и просто веселое времяпрепровождение. Стараемся проводить мероприятия все лучше и лучше. Я вижу, наши гости это видят. И с каждым мероприятием к нам тянутся все больше и больше людей. Я всех хочу поздравить с этим замечательным праздником. Это праздник радости, праздник веселья. Поэтому давайте будем почаще улыбаться. Сейчас это очень-очень нужно. Будем радоваться. Конечно же, всем-всем-всем здоровья, благополучия дома и всего-всего самого хорошего. Всех с праздником, как с вами. Максим Давыдов – мозг объединения «Стмэгги Джуниор». Как и где будут мероприятия клуба, чем развлекать и радовать гостей – плод именно его творческой мысли. Просто в свое время мне хотелось самому ходить в тот клуб религиозный, светский, где будут различные программы. И то, что у меня не получилось почувствовать в свое время, мы постарались со всеми активистами воплотить это в данном молодежном клубе. И, слава богу, это работает. Во-первых, я чувствую, что есть отдача от ребят, потому что есть некоторые ребята, которые ходили пять лет тому назад, они были молодые, они возмужали, они ходят, и видно, что им это нравится. А если это им нравится, значит, твои силы не напрасны. Мы же это все делаем не только для них, но и для себя, и для наших будущих детишек, которые растут. Пурим для Изру Исакова – праздник личный. Именно в этот день, восемь лет назад, он стал частью молодежного объединения. Тогда никто и не предполагал, насколько мощной станет организация. Сейчас мы приняли определенную форму одной из ведущих молодежных клубов нашего города. И этот Пурим тому свидетельствовал. Здесь почти 200 человек к нам пришло, учитывая, что сегодня еще несколько мероприятий среди других еврейских молодежных клубов. То, что ребята выбирают нас, это уже говорит о каком-то, может быть, даже качестве и уровне нашей деятельности. Ребята из Мэгги Джуниор вкладываются в будущее свое и будущее собственных детей. Одно из ведущих молодежных объединений страны в этот вечер заложило фундамент дружбы с азербайджанской диаспорой российской столицы. У нас очень много похожих традиций, обычаев и так далее, и так далее. И мы считаем, что мы, конечно же, молодежь, должны это все укреплять, продолжать. И чтобы наша дружба, наши отношения длились не на года, а на века, укреплялись. И все-все было замечательно. Меморандум о сотрудничестве подписали руководство движений Стмэги Джуниор, АЛЕФ и молодежного крыла региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы. Горские евреи не просто являются другом для Азербайджана или азербайджанцы являются другом для горских евреев. Мы считаемся два братских народа. Это очень важно, об этом нельзя забывать, и это нужно передать более молодому поколению. Гамит Гасанов давно дружит с горскими евреями и в их общинном центре был не один раз. Хотелось бы, конечно, такой культурный центр, как у наших братьев горских евреев. Это реально прекрасный центр, где есть все возможности, где народ может приехать, помолиться. Так что, если у них беда, то они спокойно могут приехать, поговорить, найти помощь, найти поддержку. Мы также хотим благотворительный фонд, как Стмэги. Я знаю, что самого Германа Рашпиловича благодаря именно этому благотворительному фонду наградил сам президент Владимир Владимирович. И они для нас пример. Они, грубо говоря, раньше, чем мы появились. И мы будем брать у них примеры. Поддержать Гамида пришел его друг Петр. Этот вечер стал для него первым знакомством с еврейской культурой. Очень красиво. Видно, что сохранено культурное наследство Москвы снаружи, но внутри все очень красиво сделано. Очень цивильно, если можно так выразиться. В принципе, я в восторге. Это один из самых красивых культурных центров какой-либо национальности у Москвы, которую я видел. Есения Давидова – частая гостья общинного центра. Раньше она ходила сюда в воскресную школу. На праздник Есения пришла за компанию со своей сестрой Диной. Не хочу выразить свою благодарность людям, которые организовали данный праздник. Спасибо большое за то, что собираете молодежь в принципе. Хотелось бы всем зрителям пожелать крепкого здоровья и, самое главное, мирного неба над головой – хаку пурим в самаях. Молодежный клуб «Стмеги Джуниор» объединяет людей разных возрастов и интересов. Для участников объединения организуют поездки за границу, спортивные занятия, помогают продвигать собственный бизнес и мотивируют в изучении Торы. Здесь очень крутая атмосфера, и она притягивает. И только здесь вы можете это почувствовать. Я прямо с учебы сорвалась, и я не могла себе позволить пропустить встречу со своей общиной, со своей семьей. И, в принципе, послушать чтение свитка. Да. Я говорю за него, если что. Сегодня замечательный день и замечательный праздник. Огромное спасибо всем организаторам. Мы довольствуемся, получаем удовольствие от этого дня. И желаем, конечно, только всего самого прекрасного. Всех проход Торы, Божьей помощи, Худо Кумэк. Кульминацией вечера стала традиционная лотерея и выступление певца Эльбруса. Спустя много лет клуб «Смэгги Джуниор» только крепнет и продолжает удовлетворять духовные и интеллектуальные потребности молодежи. Ее глаза окалывали, а улыбка сица на ней. Я у нее на поводке, моя жизнь у нее в руке.